Святой Пикачу. Блогеру-пранкеру грозит уголовная ответственность за ловлю виртуального монстра в храме на крови. Видеоролик с покемоном на молебне набирает популярность среди интернет-пользователей, но вызывает вселенское недогадование верующих и стражей порядка. Кому поставить лайк, задумалась Ирина Шудько. Я играю еще совсем недавно, поэтому все, что здесь есть, это те покемоны, которых я словил конкретно в храме. Огромный карп, огненный дракон и парочка летучих мышей. Всех этих виртуальных монстров Руслан поймал в храме на крови. Молодой человек, известный уральский блогер, решил проверить, что будет, если ловить покемонов на моленном месте. Скачал популярное приложение, снял охоту на видео и выложил в сеть. В общем, все удалось на славу. Я словил несколько покемонов в церкви, мне все понравилось, мне никто не мешал. Но, знаете, я не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было бы там добыть, Иисуса. Но, что поделать, поговорил, что его вообще не существует, поэтому я ничуть не удивлен. Смелые двусмысленные высказывания шокировали даже интернет-пользователи. В виртуальном мире разгорелся нешуточный спор о том, оскорбил ли Руслан чувство верующих, собирая монстров в Доме Божьем. Из сети скандал быстро перенесся в реальность. Сам ловец попал в поле зрения полиции. В отношении молодого человека начались проверки. Сам блогер ничего противозаконного здесь не видит. Говорит, это всего лишь игра. Я считаю, что это никак не оскорбляет чувство верующих. В сущности, в данной ситуации ты просто залипаешь в твоем смартфоне, я ничего не срываю, я просто прошел с смартфоном. И именно поэтому я считаю, что посадить кого-то или оштрафовать на такой большой срок, за такую ерунду, это очень глупо. Как ни странно, но священники с юношей согласились, подтвердили, в храме он никому не мешал. Что касается ловли монстров в святом месте, бог ему судья. А вот комментарии, которыми он в ролике сопровождал свою охоту, страшнее. Мол, в них он подверг сомнению саму веру. То, что он играл в храме покемонов, это нехорошо просто лично для него. То, что он сделал из этого видеоролик, и видеоролик, в котором бросил вызов, это уже совсем плохо по отношению к тем людям, в сторону которых он высказал за свое неуважение. Оскорбил ли блогер чувства верующих, может определить только экспертиза, говорят юристы. Анализ покажет, есть ли в видеоролике состав преступления. Можно рассматривать его действия, как направленные именно на оскорбление чувств тех людей, которые являются верующими, которые посмотрят этот видеосюжет, и может быть это их действительно заденет. И в этом случае существует реальный риск получить судимость. Сейчас Руслану грозит уголовное наказание. До трех лет лишения свободы. Но геймера это, кажется, не пугает. Свой опыт он собирается повторить в других культовых сооружениях. Ирина Шуцко, Павел Карпов и Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова